Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru В прошлом ролике мы обещали показать, как мы превращаем мозаичное битерное полотно в значок А в этом ролике мы исполним наше обещание Обязательно досмотрите этот урок до конца, в конце вас ждет подарок В описании к этому ролику вы найдете ссылку на документ Можете его распечатать и написать там свое собственное слово Нарисовать свой собственный рисунок, который мы потом будем плести Я решила сделать себе забавную брошь со словом кусь Мы нарисовали кусь и сейчас мы его сплетем Наша брошка будет состоять из двух бисерных полотен Одно будет с лицевой стороны, это сам кусь И с изнаночной стороны будет тот же самый кусь, но только черного цвета Если вы смотрели наши предыдущие ролики, то вам совершенно никакого труда не составит сплести такой волшебный кусь Я его уже сделала, и теперь мы будем делать изнаночную сторону Если вы не видели наши предыдущие ролики, обязательно посмотрите вот здесь вот в подсказках рекомендации В описании ссылки на ролики Делайте себе фенечки, смотрите как там все сделано И никаких проблем с кусьем у вас не возникнет И самое главное, когда вы начинаете плести, я всегда это делаю в самой широкой части То есть вот здесь, вот в нашем кусье, самая широкая часть вот эта Соответственно отсюда, с этой бисериной мы и начинаем наше плетение И идем наверх, а потом доплетаем низ Поехали Я уже сплела самую широкую часть, которая просто банальное мозаичное полотно Вот оно здесь, я их сейчас отмечу На задней стороне одну бисеринку мы пропустим, чтобы на ее месте ставить фурнитуру для застежки Здесь все понятно, она ровно в центре Здесь мы прикладываем фурнитуру к лицевой стороне броши И смотрим, в каком месте примерно нам будет идеально сделать отверстие Это вот здесь вот, где буква У Соответственно тут на схеме мы эту букву У просто берем и зачеркиваем Ее мы плести не будем А теперь мы сплели самую широкую часть и продолжаем плести по нашей схеме Просто идем по схеме и доплетаем Посмотрите, здесь у нас уже начинаются секретики Ширина бисерного полотна будет сужаться, начиная с четвертого ряда Поэтому мы тут проходим через одну Я пойду через верх, не хочу там петлять, вилять Хочу сделать все просто и банально Возвращаюсь обратно через эту бисерину И дальше продолжаю плести по схеме Просто набираю 1, 2, 3 бисерины следующего ряда А четвертую я пропускаю Набираем 1, 2, 3 3 набрали, четвертую пропускаем Просто проходим по ходу плетения вниз и наверх То есть одного зубчика у нас не хватает И продолжаем дальше Набираем еще 1, 2, 3 бисерины И поехали плести в обратном направлении Набираем снова 1, 2, 2 бисерины И там у нас будет небольшая хитрость В том моменте, где мы пропустили бисеринку Просто набираем 3 бисерины И проходим через следующую 1, 2, 3 И прошли через ближайшую выступающую У нас здесь получилось отверстие для фурнитуры Потом вот так вот она сюда вставится А это все потом красиво вплетется Набираем 1, еще 1 И крайнюю И поехали Точно так же, как мы делаем обычно в нечетном количестве Пришили И нам нужно выйти обратно сюда На 1 вперед Если вы делали все по нашим прошлым мастер-классам То никаких проблем с мозаичным полотном У вас уже нету Это все должно быть на инстинктивном уровне Автоматически уже все происходит Самое главное Нужно оказаться в нужном месте И так, чтобы нитки при этом не торчали Нет четкого определенного алгоритма Поэтому путей, как мы туда попадем Есть великое множество Фантазируйте и придумайте свой путь Мой путь оказался таким И пошли дальше Набираем 1, 2, 3 Третью пропускаем Потому что она у нас уже набрана Проходим через нее И через следующую И набираем еще 1, 2, 3 бисери Вот она вся хитрость Больше хитрости нету У нас получилось отверстие для фурнитуры Теперь мы просто продолжаем плести По рисунку До тех пор, пока не дойдем до конца Пока все ровно Мы продолжаем плетение И ничего у нас интересного не происходит Как только что-то интересное начнет происходить Я сразу же вам покажу А пока мы просто набираем бисерины И просто плетем ровные ряды Пока вы смотрите этот ролик Давайте вместе пофантазируем Какие еще есть варианты Забавных слов для таких брошей Ну вот мне на ум приходит Абсурд, скандал До свидос Это тройная брошь Их нужно носить вместе Вариант У меня лапки поступил Ну мерзкая баба, конечно же Ку-ку Все наши хиты Прошлые можно сплести В общем, пишите Ваше предложение в комментариях Может быть мне что-то понравится И я себе сделаю еще одну брошь С вашим словом А может быть другие люди тоже посмотрят Вдохновятся И сделают себе что-то смешное По вашему предложению А вы станете знаменитыми Скоро начнется самое интересное Но пока оно не началось Со следующего ряда мы будем уже убавлять Обязательно берите себе нитку подлиннее Потому что я решила сэкономить И у меня посмотрите, что происходит У меня заканчивается нить А мне еще плести и плести А потом еще сшивать это все вместе И я просто страдаю И думаю, зачем же я взяла такую короткую нитку Не повторяйте моих ошибок Скупой платит дважды Скупой отрезает нитку дважды Это буду я, похоже Я попробую доплести до конца Это тоже, знаете, как это Хватит ли бензина в баке, чтобы доехать А у меня развлечения Хватит ли мне нитки, чтобы доплести Сейчас проверим У нас начинается последний ряд И здесь мы будем уже убавлять Количество бисерин Мы выходим из нужного нам места И приплетаем две бисеринки Вот они у нас по рисунку идут Сделали одну Сделали вторую А дальше по нашей схеме Бисерин у нас уже нет Поэтому здесь мы просто пропускаем ход Идем по ходу плетения вниз на одну Выводим нити следующей Выступающей бисерины Дальше нам остается Одна последняя бисеринка Вот сюда нужно вставить бисерину И этот ряд мы закрыли Соответственно, мы должны вывести Как обычно отсюда иголку И, конечно же, острое ощущение Заканчивающейся нить Хватит или не хватит Одну бисерину набрали И дальше пропускаем ход Сделаем одну бисерину Вот здесь, вот на этом месте Здесь у нас по рисунку Уже ничего доплетать не нужно Остается только одна бисерина Вот здесь, вот в этом моменте Поэтому мы просто по ходу плетения По нашим кирпичикам Идем туда, куда нам нужно Пришить одну единственную Последнюю бусинку Ура! Последняя бисерина И этого ряда Теперь нам нужно закрепить нить Но поскольку мы будем сшивать Два мозаичных полотна вместе Не закрепляйте нить о крайней бисерине Уведите ее куда-нибудь в центр Потому что крайней бисерине нам еще понадобится Мы будем через них проходить еще несколько раз Скрепляя два полотна между собой Так что сделайте пару узелков по ходу плетения Уводя нить куда-нибудь в центр Пару раз туда-сюда ввельните И отрежем нить после этого После того, как мы сделали верхнюю часть нашего полотна Приступим к нижней Адреналина я больше не хочу Я поняла, что нитка у меня осталась коротковата Зря я вначале в самом экономила Нам же еще понадобится нить для того, чтобы сшить два полотна вместе Поэтому я просто заделаю эту нить И начну новую Чтобы чувствовать себя комфортно Точно так же По ходу плетения уводим нашу нить И запутываем ее между бисеринками Делаем пару-тройку узелков между бусинок И отрежем Сейчас просто приделаю другую нитку, чтобы мне было комфортно работать И не страшно, что все у меня сейчас на середине закончится Я прям возьму себе много Вот так Можно на данном этапе приложить один кусь к другому Сложить два куся Верхний и нижний Насладиться их симметричностью И предвкусить момент, когда мы доплетем совсем чуть-чуть Вот эту вот часть, которая закроет нижнюю часть нашей броши И мы теперь должны решить, откуда мы выходим Чтобы нам продолжить наше плетение Я хочу выйти вот отсюда Чтобы она вышла из этой бисеринки И мы начнем набирать наш ряд отсюда Сейчас вот тут мы завяжем узелок между бисеринами Я прям вот так вот по-топорному сделаю Потому что это изнанка Не могу я без узелков плести Мне кажется, что с узелками всегда надежнее Можно, конечно, в мозаичном полотне Просто туда-сюда петляя делать то же самое Но хочется уверенности Вот мы вывели нить из этой бисерины, из которой хотели Точно таким же образом я плету просто по схеме Где надо, прибавляя Где надо, пропуская До самого конца Плетем, как мы делали до этого И самая последняя бисерина Ура! Наш кусь готов Ставьте лайк, если ваша иголка тоже превращается во что-то такое На, Лин, выкини, пожалуйста Не нужна она такая иголка Крымая Заделываем нити на лицевой части броши И срезаем их под корень И теперь самый ответственный и самый финальный момент Нам нужно просто сшить две части вместе Вставив между ними фурнитуру для брошки Вот в это отверстие мы проходим Прикладываем И просто сшиваем Если брошка большая, то лучше ее в центре укрепить Например, картонку или лист тонкого фетра Вставить между бисерными слоями В принципе, моя брошка маленькая И можно шить Но я давайте все-таки вставлю лист фетра Прям небольшой совершенно кусочек отрежу Отмоделирую ему фетра Мы сначала обведем нашу брошку Обводим по внутреннему контуру Делаем минус полтора-два миллиметра И эту часть мы уже вырезаем Мы к фетру приклеим нашу фурнитуру И она будет неподвижно держаться И брошь не будет крутиться Прикладываем заднюю часть к фетру Через отверстие отмечаем место, где нам нужно будет проколоть Здесь мы сделаем отверстие Пройдем через него наверх И чтобы брошка наша не крутилась Приклеим здесь супер моментом капельку клея Прям туда на свой страх и риск Приклеили И теперь мы все сошьем вместе Собираем наш сэндвич Снизу кусь Далее фурнитура для броши С наклеенным фетром А сверху мы надеваем заднюю часть Все, наш сэндвич готов И теперь мы это все просто вместе сошьем Видите, у меня здесь фетр чуть-чуть торчит Он торчать не должен, я его срежу Он должен быть внутри, за контуром И ничто не должно нам помешать сшить наш бисер вместе Сшиваем мы точно так же, как в прошлом уроке Через крайние бисерины верхнего и нижнего полотна проходим И пришиваем одно к другому Вот таким вот образом мы просто пройдем по всему контуру И сошьем два полотна вместе С краю мы уже сшиваем немножко по-другому В технике эндебеля Все, после того, как мы сшили весь край Просто проходимся по ходу плетения Завязываем нитку пару-тройку раз И отрежем ее вплотную Все, вот такая у нас получилась красота Примерим Вот такая красота получилась Делайте свои украшения Придумайте свои слова Пишите обязательно в комментариях Что сплетете вы Среди всех, кто оставит комментарий Мы разыграем подарок Обязательно подписывайтесь на канал И оставляйте комментарии Какое слово вы сплетете себе Среди всех наших подписчиков Оставивших комментарий под это видео Мы разыграем подарочный сертификат На 1000 рублей На покупку в интернет-магазине Greenbird.ru Мы отправляем заказы по всему свету Украшайте себя, подруг, весь мир вокруг Ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на канал Не забывайте про колокольчик Все Увидимся в следующую пятницу Пока-пока В четверг, 4-го числа В 4 с четвертью часа 4 черненьких, чумазеньких чертенка Чертили черными чернилами чертеж И плели черное Мозаичное полотно Черными нитками Просто поверьте мне на слово Я решила сделать смешную Со словом «кусь» А ты что предлагаешь? Опять матом Начну плетение с задней стороны Выклицо у меня уже готово А где оно? Где оно? Где кусь? Кусь пропал Серьезно? А, вот же он Наши волосы кусь Наша брошка будет состоять из двух частей Передней и задней Задней Так не говорят задней? Лицевой и изнаночной Почему мы сделали кусь? Почему мы решили плести кусь? Я не знаю Это первое, что пришло в голову Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Не забывайте про колокольчик Что еще? Мойте руки Не забывайте О гигиене Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok